приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала с вами владимир и мы продолжаем проходить kings bounty темная сторона и на запись я пошелся вокруг острова по зачищал в принципе все отряды которые могут остать но есть вот это место у которого я не могу добраться к сожалению наверное может со временем нам дадут крылья тогда мы сможем сюда залететь также я качну вождя и все таки вождь это тут пишет видите соединера за каждый уровень набавил ярость нам войска по 10 процентов атаки и вот тут как я и говорил накинул на урон именно только на урон принципе было 1100 1400 это запомнил точно стало видите 1254 1596 вот так вот черная дыра тоже выросла там так что вот так вот в принципе прикольная штука еще ради что-то я взял а дипломатию взял в принципе перенимаю периманывая до 3 процента войск убеждает дезертилы до 4 процента так зайдем в логово бифеда приветствую тебя орк моем скромном жилище и темный эльф меня зовут бифед меня зовут багер а чем светлые эльфы отличаются темных это будет сложно понять не эльфу если объяснить вкратце светлые эльфы любят полную луну а темные эльфы молодую луну но ты вряд ли осознаешь всю глубину различия наших мировоззрений предлагаю тебе союз светлых а тебе союз против светлых ты не понимаешь светлых светлые эльфы не враги меня у меня нет повода для вражды с ними или союза с тобой я слышал от знакомой демонессе что две тысячи лет назад твои предки дали вечную клятву ее предкам надеюсь ты помнишь эту древнюю клятву и понимаешь о чем я говорю темный эльф поднимает на вас удивленный взгляд ты знаешь о клятве я всегда надеюсь что никто не придет требовать ее исполнения но в любом случае я готов выполнить ее как предписано вековыми заветами надеюсь ты понимаешь что после исполнения мною обещания обещание наш народ станет свободным от древнего заклятия навсегда к этому средству тебе имеет смысл прибегать только в самом самом крайнем случае сейчас тот самый крайний случай хорошо я исполню древнюю клятву и помогу тебе но тебе должно быть известно что условиях условия входила и ответная услуга я намерен получить ее до того как вступлю в союз с тобой тебе нужно уничтожить моего старого врага эльфа орлора я убью его жди радион так наверно король наверно ну я тут все обследовал уже принципе муж так но это не он тоже нет но туда попасть не сможем так же да к сожалению ладно тогда плывем дальше пока в данный момент у нас нету крыльев нам бы еще что-то какое-то написать записку принцессе давайте отправимся на белую гору и зайдем к циркачу там он что-то обещал сделать так конечно вам углуки доспех нашего орка так убежище и пуем плыть потом на какой-то другой остров пока я выхода не вижу охот отчет и еще ничего не сделал вот и подву пленных тебе не дам он пойдешь и вот и без свиток лечения так армагедон надо взять а не хватает места ну блин эти штуки дорогие давайте вот эту штуку улучшим кстати вот это я разрушил улучшим и сопротивление интеллект и золото может наверно интеллект поднимется или золото только я возьму наверно шаманов вместо умпавна смешников и ох нет зомбарей я брать не буду давай улучшим сколько вы тут 3000 давай в бой так ускорение и атакуем от этого да призывается кид найдем еще так кубка свобота будет ну можно было выводить так так если что выбьем можно уложить даже о половину вынесли может пока тотем см смерти так скорость врагов снижает на каждый ход радио действия 2 а вот так ладно повезло вам пока что так можем мы чем-то их таким хорошим вряд начать ночью так ты иди сюда и выноси вот этого товарища не мы уже сильнее стали прошел раз то было похуже Нас как сынков нагнули. Так, черная дыра, сделаем рассеивание и подбежим. Так, у меня синих, с 4-х так будет ходить он. Так, и сделаем вот так. Не будем пускать к нашим. Все, нету гремлина. Может получится убить их. Так, хотелось бы умением ярости убить их. Или вот так. В принципе нормально. Потеря минимальная. Так, а что тебе? Дать еще пленных? Ну как-то жалко у меня их. Сейчас посмотрим, что там дали. Ну не дали. Точнее, как мы его улучшили. Шаманов не надо покупать? Нет. Вот. Ну хорошо. Давайте загибаем. Так. Сколько у нас пленных? 2300. С кусочком. Давай, забирай. 500 отдаю. О, ассортимент. Увеличим. Я пока не вижу, что тут. Наверное не тут. А, мне кажется больше тут стало, да? Тут вроде бы больше стало. было. Только сложно сказать. Ну ладно. Давай чухаем отсюда. На белую гору. Так, отсюда отправимся дальше. На Дарренбан. Я, кстати, открыл вот еще остров песчаный. Тут тоже надо будет навидаться. Пока сюда. Посмотрим, что тут. Так, слабенький тут гиганты, да? Циклопа там еще вижу. Ой, 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 вы выходите. Нет. Это нам нужно для достижения там есть. Вот где-то, 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 где-то. Милосердный. Плюс один атаки. Надо будет поотпускать их немножко. Ох ты сколько тут приставов. Я могу неплохо прокачать. Так, слабенький. Ну, конечно, после альфа мы вообще будем. Бесстрашные. Так, Пушкарь убежал. Так, но этот бой я пропущу, так как противник слабый. Так, победа, но, к сожалению, мы потеряли бойца. Да, даже двух. Бывает какой-то вход. Баразгунд. Интересно. А, это куда-то к гномам. Еще пособираем немножко. О, собиратель кристаллов третьего уровня. Что это получилось там такое? Так. Стрик интеллектом уже. Ага. Так, черный дракон. Смертоносный. Глядяной дракон. Черный дракон. Сладненький, ребята, он ходит. Давай поговорим с ним. Почему бы и нет. Привет, темное создание. Откуда тебя сюда занесло и зачем? Давно здесь никого, кроме гномов, не было. Я, Багир, хожу, вот смотрю на мир. Если просто смотришь, то ходи, конечно, разрешаю. Я здесь поставлен охранником, но от тебя опасностей не жду. Если, конечно, считать, что я разбираюсь в темных. А что ты охраняешь? Я охраняю кладбище. Точнее, надгробие великого древнего дракона. Весь этот остров надгробие, а внизу под ним могила этого самого древнего дракона. Так ведь внизу живут гномы. Дракон кивает. Так всегда бывает. В человеческих могилах живут черви, а в драконовских могилах живут гномы. Хм. Да. Черви с гномами сравнил. Такова природа, Багир. Таковы природные законы. Никогда такое не приходило мне в голову. Твоя голова слишком мала. Мала, чтобы в нее могли приходить большие сложные мысли. Про великих драконов и о природных законах. Вот у нас драконов головы большие. У них помещается очень много различных мыслей. Мне пора идти. До встречи. Так. А кто это там такой стоит? Немного слабее. А, это детуны. Несколько. Ну давай. Вольнем. Агрофонов напугали немножко. Но тут были мих. Назовались еще и мишки белые. Так. Так. Ведяное дыхание, да. Так. Ну-ка давай-ка ему вот эту штучку кинем. Что он получил? а поменяли все характеристики но где на дыхание не поменялось а мы ее убьем так хотя было того я не заметил подождем тут немножко отойдем и шмонаемся ждем и стреляем о, половина сейчас веселуха начнется мишки уснули может темное облако в нем поставить чтобы они далеко не гоняли не достали, а у него сопротивляемость ну что он действует сферы хаоса снаряд хаоса то есть не знаю пусть будет вот это ну давай мы вот так накинем и получает получает ветку деле лица хыххххххх н Медведя того откидываем и добиваем отлично без потерь еще кристалл чеки нет ничего закопанного кстати ничего нельзя изучить все потратился уже на вас хочешь напасть слабенький давай немножко ману выпьем он еще использовать нельзя мочим этот бой пропускаем победа но есть потери небольшие но есть забираем знамя немножко лидерство 1400 потому не помешает значит тут есть гномы это кто это гном стоит сохранить всякий случай это пингвин это случайно не при этом не писали что можно покупать ровный поломанный самолетающий шар ну давай поговорим гном изобретатель мат докс привет тебе орк какими судьбами давно у нас здесь гостей не было да что там гостей как драконы всех пожрали так ящич почитай никого больше не видел кроме медведей волков до охранников у гномих ворот меня зовут мак докс мат докс я воздухоплаватель правда давно уже не воздухоплавал по-настоящему из-за этого проклятого дракона балласа настоящая скотина этот черный дракон а может это инженер для нашего темного дела честное воздухоплавательное меня зовут багир я путешествую по летание приятно познакомиться честное слово но давно мне не удавалось с живым существом словом перекинуться охранники только рычат да мычат с драконом я уже 17 лет не разговариваю почему здесь так холодно прямо над даренбамом висит драконтир архипеллах драконьих летающих островов не чтобы эти острова по-настоящему летали но висят они прямо посреди воздуха и облаков и поскольку они закрывают солнце то даренбам всегда покает снегом и льдом земля не успевает прогреться за то краткое время когда лучи солнца достигает острова давно хочу добраться до драконьих островов только вот баллас черный не позволяет чтобы ему чтобы ему пусто было вот как интересно так скажи мне про даренбам когда-то здесь было большое гноме поселение но мы добывали здесь лазурный камень и продавались борозгунд драгандор жили и не тужили честное воздухоплавательное воздухоплавательное наверно потом неожиданно налетели драконы всех пожрали через некоторое время сюда пришли новые гномы но драконы опять прилетели и опять всех пожрали следующий раз когда пришли гномы драконы опять прилетели и опять всех пожрали понятно именно так и было схватываешь прямо на лету честное слово 40 раза гномы заново заселяли даренбам а так продолжалось до тех пор пока гномы и не догадались что драконы не позволит им жить и на даренбаме теперь здесь остались только два гиганта охранника что сторожат ворота и дракон балл у нас черный что сторожит меня я поселился здесь потому что не люблю шумных городов там везде проедут гномы куда ни плюнь мне больше нравится жить в тишине на даренбаме а дракон меня почему-то не жрет почему ты здесь живешь а почему ты здесь живешь стыдно признаться но у меня клаустрофобия для гнома очень редкий не дух поэтому подземельях мне не уютно и не люблю я гном его гноми города везде бродят один гном и куда ни плюнь вот я вот и решил я поселиться здесь в тишине и на свежем воздухе дракон меня почему-то не жрет а я занимаюсь любым любимым делом чем ты здесь занимаешься я воздухоплаватель вся моя жизнь связана с этим воздушным шаром видишь фон там справа ты ведь даже не представляешь какое это счастье летать когда летишь вокруг тебя только облака и до птицы а может это мы на этом сможем летать земля так прекрасно так красиво выглядит с высоты это просто непередаваемо мне хотелось бы полетать на шаре так ведь этот подлинный подлый дракон не разрешает мне летать каждый раз когда мне удается поднять за воздух он нападает и разрывает оболочка баллона пару раз даже сжёг мой шар своим горловым пламенем живем мы с ним довольно однообразно я с утра до ночи каждый день чиню свой воздушный шар потом дракон его рвет чтобы я начал чинить шар сначала может быть я смогу с ним договориться если ты добьешься дракона разрешения на полеты моего шара я буду готов исполнить любое твое желание по крайней мере ты всегда сможешь летать со мной куда захочешь но говорить об этом пока рано шар сейчас не на ходу не надо сшить новую оболочку баллона старый разорвал паугас нужен получий шелк высшего качества прошлый раз я сам уловил ледяных пауков держал их в клетках пока они пряли нити для паутины кормил их три года потом ткалась паутины ткань потом шил обшивку не простое это хобби воздушный шар если бы у меня был получий шелк я мог бы быстро шить оболочку для баллона тебя случайно нет шелка откуда же у меня может быть этот шелк ты же путешествуешь понятание где-нибудь обязательно встретишь того кто умеет ткать получи шелк не встречал такого еще лужья в долгу не останусь буду тебе верным другом и покатаю на своем воздушном шаре если конечно удастся договориться с подлым драконом ну давай я займусь поисками спасибо тебе багер после того как я получу шелк я смогу быстро сшить оболочку для баллона смогу тебе тебя покатать на моем воздушном шаре обязательно покатай насчет шелка тебе нужно будет поговорить с ученой и инженером убежища они смогут придумать как создать шелковую ткань из паутины они смогут сами собрать нужное количество пауков так что в любом случае сперва надо собрать не меньше сотни получих яиц наверно начинай не откладывая хорошо соберу 100 получих яиц я так понимаю тебе удалось собрать 100 получих яиц ну конечно задача была непростой поздравляю багер но есть новая проблема эти яйца теперь кто-то должен высидеть и вывести из них пауков ты случайно не умеешь высиживать паучьи яйца не чернеж это будешь ты надо было наверное сразу готовить готовых пауков собирать и что мне теперь делать с этими яйцами у тебя же есть научный отдел вот ты поручи им собирать установку для выведения пауков или пусть сами высиживают если не справиться с установкой хорошая мысль так кстати забыл посмотреть как вещи улучшилось вот это четыре интеллекта да ладно так а что там что это круто жилище эту надо нужно опойте можно спросить разрешение дракона где же можно его и всегда замочить почему ты не разрешаешь гному летать не разрешаю гному летать я по двум причинам во первых летать могут только драконы рожденные ползать в планхилах лишь летать не должны ну во вторых летать могут только драконы ничего тут обсуждать а почему ты его не сожрал до сих пор нет повода но он уже не со зла вредничает а просто очень хочет летать я хорошо понимаю его желание любой дракон согласится что летать это лучше чем лучшее что бывает в жизни но гном родился гномом а не драконом так что хотя лично мне гном вполне симпатичен летать я ему не позволил суров ты как я погляжу не я суров а закона сурова не положено гномом летать природа их создала по-другому а я чту законы природы не пройти до встречи дракон не хочет давать добро вообще почти ничего можно высадиться нет ну были можешь что-то быть разрушены дома на всегда нужно прямо перед вами на льдинесе странная зверюшка может быть это птица что это за птица такая сам ты птица я пингвин никогда раньше не встречал пингвина под куда ты взялся я взялся из далекого мира где жил на острове исланд много вас там там был я один меня с юга отправили туда продавать камушки потом спрос упал и меня перевели сюда а здесь спрос есть спрос спроса тоже нет на тебя последняя надежда пингвин пингвин да пингвин а что это значит это значит что мы стучим побеждаем еще вопросы имя какое-то не местное конечно не местное меня сюда отправили из другого мира а разве я разве не сказал и что тебе мешает отправиться домой пока все камушки не продам домой нельзя купи камушки и зеленые красные синие будешь посмотреть ну показывай ну показывай так 10 золотых кристалл ноги ух ты сто тысяч наш чувак ты конечно извиняем так дорого покупать камушки у тебя не собираюсь попасть к этому что зайти в жилище и от ума на белой горе на белой горе где он на белой горе тут пингвин заискал как дурак о о о о о о кто-то тут есть слабенький ну и сажаемся так волки убежали чуть-чуть ладно пропускаем бой так разбили но пару бойцов потеряли так что тут еще опыта но это сюда приятно так мы были так зайдем в туннель так я может отправиться пока в убежище поговорим там с инженерным и научным отделом а у нас инженерного отдела нет ну ладно хотя бы научный так убежище можно будет пополнить наши ряды есть срочная задача по получи яйца спасибо что ты не забываешь про научный отдел какую задачу хочешь поручить нам исследование плазменных пушек или разработку ситовых мечей поручаю высиживание получих яиц спасибо за интересное поручение на мой взгляд световые мечи были бы полезнее но дело твое высидеть яйца не сложно мы можем использовать красные кристаллы демонической магмы для создания ядра ускоренные модели получил инкубатора будет достаточно сосчитать до 33 как все пауки вылупятся демоническая магма очень нестабильна так что пауки не задержатся но ведь это наверное не все наверное тебе нужно что то получить из этих пауков именно так мне нужна паутина с паутиной будет немного сложнее но тоже решаемо если у тебя есть запас времени можно подождать несколько месяцев пауки самостоятельно запаутине весь доступный объем пещеры запаса времени у меня нет я хочу скорее летать если времени у нас нет придется имитировать паутинящие действия пауков предварительно высосав все из их паутин новых желез мари ненадолго задумается этого мы сможем добиться сочетанием обычного гномьего вакуум вакуумичского насоса с демоническим хаос распылителем хорошо давай поскорее сейчас я запущу все необходимые установки и настрою поток необходимой кси энергии тебе нужно немного подождать ждем рада сообщить тебе что все готово пауки выведены из яиц секрет паутиновых желез весосан из пауков и тонкой паутинной паутинной струйкой хаотично распылены по выделенному объему пещеры необходимая толщина нити выдержана в пределах заданной погрешности дай команду инженеру чтобы готовил ткацкий станок я передам ему паутину сразу же как он будет готов к работе спасибо мари у нас инженера нет нету блин а ты еще ничего не замутил так ладно спускаемся под земель вот вот а блин сейчас я пополню ряды наших был бы убежище не пополнил только не на запись чтобы не было утружданности так я вернулся и теперь можно спускаться под земель вот и в барасгунде бахер здешний король не так давно объявил ночь длинных ножей и приказал вырезать всех жителей относившихся к темным расам король нарушил многовековой нейтралитет и он должен поплатиться за это тебе нужно наказать предателя и покорить королевство кроме того здесь живет очень талантливый инженер вот это кто нам нужен поговори с ним такие как он нужны нам для на бога темного дела понятно чернеш все сделаем там чего-то охранял слабенький но все равно нападает на меня так что нужно пропускать этот бой так ну без потерь в принципе хорошо так дом кина кин бодрый так очень слабый он так если возьмем вот эту петушку меня зовут кин бодрый это мой дом что ты здесь делаешь разве вас не всех еще уничтожили я уже ухожу да я вас уже уничтожаю не вы так слабенький тоже бой не на записи вообще легчайший бой почти всех за первый ход выложили без потери сундук золотишко что так мало надо больше так кто тут ходит очень слабо а ну иди сюда нет мы будем его догонять может что то есть с клетки есть креста ноги тоже слабый не уходи не уходи никуда ты никуда так а ну сколько там еще осталось еще хватает ну в принципе мы можем даже тут качнуть видите медитацию я бы хотел магию искажения так в принципе больше ничего такого не вижу уже слабый нападает идете ладно пропустим их так чистая победа так денежный мешок и что мы там процент будем получать 7 процентов за бой так в принципе очень даже неплохо ничего я не вижу пока что еще золотишко у нас уже 1 миллион а это в этой игре все равно сколько не имею все дома так давайте глянем что тут еще какое интересное может быть может быть противник слабенький есть нам нужно пополнить пузырьки есть так еще один слабый противник так еще одна чистая победа в принципе чистая победа мне тоже нужны у меня тут тоже есть еще такое достижение где это ну вот еще лидерство дадут ну еще плюс 500 если я беспортирую 100 битв так сколько нужно нужно руну получить вроде бы руну силу не руну махи я бы получил так тут что да тут кое-что есть но ближка тут спрятано предостаточно ага это гномик которого нам нужно убить уменько ну ладно продолжим уже следующей серии а пока всем спасибо за просмотр не забывайте ставить пальцы вверх если вам понравилось и всем пока